Попытка номер два. Сегодня понедельник и в субботу у меня вторые соревнования, я решила поучаствовать второй раз. В эту неделю мы с Егором решили сделать слив воды и как раз таки это называется сушка. Суть заключается в том, что я три дня подряд пью несколько литров воды, постепенно к дню соревнования я снижаю количество, то есть в четверг я пью еще меньше, в пятницу я пью вообще очень мало и в субботу на день соревнований я уже вообще не пью ничего. И как это все работает, организм начинает выводить активно воду, потому что когда вы пьете очень много, то организму столько не нужно. Когда вы снижаете количество потребляемой воды, то организм не успевает перестроиться и он продолжает выводить эту воду из организма и тем самым мышцы проявляются намного больше. Я не знаю, что там от моих мышц осталось, я знаю, что многие из вас писали, что мышц у меня очень мало, что я не мышечная, это правда, да. На самом деле накачать мышцы очень тяжело, просто это настолько тяжело, ну это как раз то, чем я займусь после вторых соревнований. Наконец-таки я буду отъедаться, но отъедаться правильно и буду стараться растить мышцы настолько, насколько это возможно. Поэтому посмотрим, что будет. Иду с тренировки. У меня сегодня была, наверное, заключительная тренировка на эту неделю. Сегодня уже среда и соревнования в субботу. Завтра, послезавтра у меня уже просто не будет времени тренироваться. Мне стыдно сказать, но я позирование до сих пор не отрабатывала, я даже не позировала. Эту неделю и прошлую, по-моему, тоже. В общем, как-то все коряво у меня в этот раз получается. Наверное, я уже просто как попало готовлюсь. Нет, на самом деле у меня просто уже нет сил, если честно. Мои протеиновые батончики. Для меня еда после тренировки банан и протеиновые батончики – это очень сильная мотивация. Все спрашивают, где мотивацию найти. Так вот же она, еда. На самом деле мотивацию найти очень просто. Главное – понять, что именно на данный промежуток времени вас мотивирует, чего вы хотите достичь. И мотивацию нужно искать всегда в себе. Не где-то там по телевизору, не смотреть ни на каких звезд, ни на YouTube, нигде. Мотивация – она внутри вас всегда. Сегодня пятница, и сегодня я могу целый день есть углеводы. Я такая счастливая. Сегодня я могу выпить только один литр воды, и желательно до обеда, и все. Завтра уже суббота. Завтра я с утра, может быть, могу выпить, не знаю, стакан, и все. Также в 2 часа я еду на загар. И сегодня после загара сразу же будет чек-ин на соревнования. И завтра мой второй выход на сцену. Такой завтрак у меня получился. Здесь у меня БЦАшки. По вкусу напоминает юпи. Помните, были такие растворимые соки. Но, кстати, очень вкусно. И вот мой овсяный блин с пастой. Сейчас я это все буду кушать. Еду на загар. Сейчас я снова буду загорелой фитоняшкой. Углеводный день накрылся медным тазом, потому что Егор сказал углеводы убрать. Сегодня я их не ем. Я поела только с утра, и все. Мы проверили форму, я отправила ему фотографии. И он сказал, что лучше убрать. Ну, в общем, мне еще осталось потерпеть один день. И все. И я возвращаюсь к своему нормальному образу жизни. Углеводный день. Чтобы сделать чек-ин, заняло всего пять минут. Я такая довольная. Просто я помню, в Орландо я сидела три часа. Но завтра утром тоже будет митинг. Восемь утра. Соревнования начинаются в девять. То есть к восьми мне уже надо быть здесь. Мне выдали номер. Номер девяносто три. И когда я делала чек-ин, там был фотограф, который будет завтра фотографировать. И, кстати, фотографии входят в цену регистрации. То есть в отличие от Орландо, допустим, не нужно платить дополнительные деньги. Там я платила за фотографии 120 долларов. Я заплатила за видео и за фото. Здесь видео не будет, но будут фото. Жду не дождусь завтрашнего дня. Мне все это очень нравится. Вся эта подготовка, вся эта суета. Мне кажется, это такой фан. Сейчас поеду домой и завтра наступать. Мне кажется, мои фото соревнований будут называться «Найди 10 отличий». Потому что все одинаковое. Купальник одинаковый, макияж одинаковый, волосы одинаковые. Но нет, фон будет отличаться. И, я надеюсь, призы тоже. Ну, посмотрим, что будет. Конечно, радует, что все это будет продолжаться всего лишь один день. Утром я выйду на сцену. И вечером я уже узнаю, кто победил. Субтитры делал DimaTorzok 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 Я опять не в пятерке расстроилась. Ем протеиновый батончик с горя. Я уже вернулась домой перед Файналс. Файналс начинаются в 5 вечера, время только 12, и там нужно быть в 4 часа. Поэтому через пару часов я поеду, но решила немного передохнуть, что хочу сказать, по организации это шоу ничем не уступает, шоу в Орландо, нас заранее вызывали, сначала нас выстроили в линию перед выходом на сцену, потом мы зашли непосредственно на сам бэкстейдж, и там уже все девочки стояли в ряд, поэтому все было очень организовано, все было очень быстро, там даже были две девочки, они пропустили бикини свой класс, потому что они просто поздно приехали, и я слышала, как они сзади меня стояли и жаловались, что бикини обычно ставят всегда в конец, а здесь бикини было практически в самом начале, то есть все началось в 9 утра, и уже в 11 все девочки бикини закончили свои выходы, я даже понять не успела, как я уже оказалась на сцене. Первой пятерки была русская девочка, я думаю, что она будет первая, честно сказать, сейчас не в обиду американцам, но русских девочек видно сразу, их видно всегда, по тому, насколько они умеют себя преподнести, поэтому здесь к ней вообще претензий в принципе, наверное, нет никаких, я думаю, что она будет первая, и честно, я бы тоже дала ей первое место, как я уже сказала, я не в первой пятерке, и опять расстроилась, это я уже тоже сказала. Возможно, я, конечно, расстраиваюсь раньше времени, я еще не знаю, какое место я заняла, надеюсь, что не последнее. В процессе подготовки, конечно, у меня появился вот этот соревновательный дух, я хочу быть на первом месте, и когда не получается, сложно, наверное, не впасть вот в это состояние, когда хочется просто махнуть рукой, плюнуть и сказать, да пошло оно все лесом, я не буду больше это делать, потому что, допустим, меня не оценили по достоинству. Я знаю, что, возможно, я вышла на сцену немного раньше, чем это было нужно, да, возможно, мне стоило немного больше уделить времени подготовке в плане именно нароста мышечной массы, но сейчас я уже получила опыт, и я точно знаю, что я обязательно выйду на сцену еще раз. Я вернулась на финалс, а хотела сказать, что некоторые люди есть, написали мне некоторые люди, кто смотрит меня на канале Егора, много очень было позитивных слов сказано в мой адрес, мне некоторые писали в Директ, не в ВКонтакте, а в Инстаграме, и я хотела сказать вам спасибо вам огромное еще раз за ваши слова, мне очень приятно на самом деле, за ваши комментарии, за сообщения, спасибо большое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закончился мой второй день. Я еду сейчас домой, хочу помыться, смыть с себя всю эту краску. Я не знаю, какое место я заняла, но я не в пятерке. Про русскую девочку, про которую я говорила, я ее записала уже в про спортсменки, потому что выглядит она просто шикарно, она очень красивая, она выглядит супер, у нее купальник очень красивый. И я думала, что она профессиональная спортсменка, а она оказывается первый раз на соревнованиях. Да, и она заняла второе место. Первое место заняла другая девочка, но она была немножко по суше. Мне понравились эти соревнования. Я бы даже сказала, очень понравились. В плане организации, в плане вообще всего, как все прошло, мне, наверное, понравилось точно так же, как и в Орландо. Даже несмотря на то, что здесь у нас, конечно, не было никакой экспо-выставки, никто. Тут приехало два человека со своим спортпитом и все. То есть, кроме соревнований, по сути, смотреть было там не на что. Я думаю, что я возьму перерыв, наверное, небольшой для нароста мышечной массы. И потом уже будет видно, куда двигаться дальше. Еще хотелось бы сказать несколько слов, возможно, таких уже заключительных, о моих вторых соревнованиях. У меня был вот этот элемент, наверное, какого-то недовольства, и, может быть, мне показалось, что все было несправедливо. Но, тем не менее, я заняла то, что заняла. Я писала тоже в своем инстаграм, что если посмотреть на все минусы и плюсы, которые я получила от соревнований, что от первых, что от вторых, то минусов здесь нет вообще. Единственный минус – это то, что я ничего не выиграла. Все остальное – это сплошные плюсы, только опыт, только позитивное общение с людьми, у которых стиль жизни такой же, как у меня. Самое главное – я вышла на сцену, и я прочувствовала, как это, и мне это понравилось. Возможно, я просто рано вышла на сцену, но, опять-таки, наверное, рано, поздно, нет таких понятий, нужно просто пойти и сделать. Поэтому я надеюсь, что вам не надоели эти рассказы про бикини-соревнования, про бикини-шоу. Если у вас есть какие-то вопросы, я буду рада, задавайте в комментариях, я обязательно постараюсь ответить. Если вас что-то интересует конкретное о подготовке, о самих соревнованиях, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. И большое спасибо вам за ваши позитивные слова, за комментарии, за просмотры. И я надеюсь, до встречи. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»